Всем привет! Бандиты и войны сталкеры, и с вами, как обычно, я, сталкер-пановщик. Это сталкер онлайн, SPB сервер. Я продолжаю выживать. Мой персонаж Юргей Генхаймен. Я нахожусь на радиовышке. Вот в магазин и заряжаю. Вот в последний патрончик, в последний магазин. И можно двигаться. Я хочу сбегать на Везу. Так, отнести. Вернее, не на Везувий, а на Экиду. На Везувий. Там мы уже находимся. Лапы отнести, самогон отнести. Больше мы не утащим. И, кстати, усилитель. Давай-ка усилитель Мурз отнесем. Ну да, ну да. Я не так давно пришел с новой земли. Хабара оттуда принес. Тут Хабара накопилось. Я так подумал, прикинул, решил Хабар перебазировать. На Гурман. Сейчас мы соберем. На Экиду сбегаем оттуда, заберем все сюда, заберем. И через новогоднюю локацию я открыл намного проще способ переместить все это дело. И что самое интересное, я уже часть Хабара сегодня забирал. И я окажусь опять же здесь. То есть не там, когда я выйду, а останусь вот именно здесь. То есть когда тут захочешь на новогоднюю локацию, кто не знает, потом, когда выходишь отсюда, тебя закидывать не сюда, не на эту точку сохранения, не на радиовышку, а откидывать туда, к переходу на этот, на окрестности. Вот. Но можно же вещи передавать в этом предбаннике. Не обязательно переходить туда, а потом просто умирать, и оказывается опять здесь. Я как раз так же бегал за самогоном. Ну да ладно, это чуть попозже. Друзья, для начала Морзе. Привет. Я уже вернул. Так, слушай, слушай, слушай. Эй, Морзе, ты в порядке? О боже, что я отвлекся. Ты тут все в порядке. Так, хорошо, так быстро. Хотя, может было еще поспешить. Все принес, устройство собрано. Так, скажи, прошу, все в порядке. Мне кажется, будто что-то произошло. Я просто тут заработался, всякие личности ходят вокруг, мешают. Мешают. Но разве не видно, что я занят, важно работать. Нет, зачем им это? А я, может, всех спасу. Разгадай этот дурацкий репус. Или не спасу. Зачем? Может, за тебя надо отдохнуть? И врача. Так и думал врача. Думаешь, я схожу с ума? Это все был злой фарс, да? Ты нес чертежи и сжег их? Или отдал кому-то? Этому Тесле? Что он лучше, чем я? Побоялся, что я могу чего-то достичь? Ты не имел права. Что же теперь делать? Как же я смогу еще поговорить с ним? Поговорить с голосом? А, с тишиной опустевшие вселенные. Ну, конечно, с голосом. Хотя тебе не понять. Он пронизывает, делает это частью чего-то неизмеримо большего. И у нас суть, знание, знание, откровение. Короче, он бредит. Вот тогда тебе понадобится усилитель. Вот ведь какая штука. Так, стоп. Тут надо выбрать, как правильно нам поступить. Тут есть два варианта. Можно выбрать один вариант, и он будет дороговат. Дороговат, там много чего принести надо. А можно выбрать вариант попроще, и он будет подешевле. Как-то так лишний раз деньги неохота тратить. Поэтому мы идем в ИСУВИКИ и смотреть, какой вариант выбрать. Я, конечно, ИСУВИКИ часто не смотрю. Кто, где, что, зачем, почем. Это мы сами узнаем. Но вот в такой ситуации мы же не можем предвидеть будущее. Правильно? Вот именно когда у нас затык с квестами, я всегда иду в ИСУВИКИ и смотрю, какой вариант выбрать. Вот сейчас как раз это тот момент, когда нужно пойти сходить. Поэтому топаем и смотрим. Так, ну что же. Посмотрел я, в общем, два варианта. Да, действительно, это два варианта событий. По большому счету и тот, и тот дорогой. Но вот, допустим, если выбрать вот этот, к чертям этот голос, забирая аппарат, то там тоже интересная линейка квестов будет. Но в одном из квестов нужно принести будет 20 поганок. На минутку 20 поганок это 4 миллиона. Ну, сейчас поганки у нас стоят на доске по 200. Да, 4 миллиона. Или самому найти. Если выбрать вот этот вариант, да, я хочу его услышать, вот твой усилитель. Там поганок не будет, но там будет момент, когда нужно будет принести 100 радиодеталей и 100 электродеталей. И вот не знаешь, что выбрать. То есть, один вариант, как будто ты как бы с ним, то есть будешь так же бредить, все остальное. А другой вариант, ты наоборот, пытаешься его спасти. А вот не знаешь, что выбрать. 20 поганок. 4 миллиона. Или 100 деталей. Но это дольше. Но детали мы получим бесплатно. Но по факту. Да, задачка. Ладно. Хочу его услышать. Выбрал я вариант, где детали и... В общем, мы будем с ним. На одной волне, так сказать. Так, получено задание диссонанс под воздействием. Получено 12 тысяч опыта выживания и получено 19 200 опыта поддержки. Это за диссонанс усилитель для Морса. Так, ну что, включай, не томи. О, негативное воздействие. Поехали. Но мы готовы к этому. Получил 12 тысяч опыта выживания, 4 800 опыта поддержки. У бандитов уменьшилось на 20, у военных уменьшилось на 20, у наемников уменьшилось на 20, у ученых уменьшилось на 20, у сталкеров увеличилось на 50, у сектантов увеличилось на 100. О, все-таки эту тему я, наверное, нормально выбрал, там дальше будет и сектантам, наверное, по чуть-чуть прибавляться. В общем, задание выполнено, диссонанс под воздействием. В общем, я послушал этот голос, теперь я на одной волне с Морса. И мы будем не лечить его, помогать от этой фигни избавиться, а наоборот, помогать ему. Чтобы понять, что вообще тут за голоса там у него, ну и вот эта вся байда, короче, непонятная. Ну, зона, что тут поделать. Ну, давай дальше поговорим с ним. Ох, черт, моя голова. Ну что, теперь-то ты в порядке, прям как я, услышав его, видишь все в ином свете, правда же? И в голове чище, словно кто-то расставил все по своим местам. Теперь-то ты понимаешь, что я не сошел с ума? Ну, конечно, ну ты извини меня. Удивительно, как мы иногда бритаем единомышленников, а ведь только что ты хотел звать врача. Что скажешь теперь, мы заодно, поможешь закончить начатость, сделать так, чтобы голос услышал любой, кто поймает волну нашей радиостанции. То есть теперь я такой же псих, как и он, и мы еще вместе сейчас будем пробовать сделать психами всех тех, кто услышит волну нашей радиостанции, которую мы, наверное, соберем. Конечно, надо дать им шанс. Когда придется потрудиться. Так, проект очень непростой и необычный, такого, уверенно, еще никто не делал. Но голос мне подсказал, как собрать устройство, которое способно корректно транслировать его. Мы узнаем все секреты зоны, сможем все изменить. Это будет огромным шагом в новый мир, где уже не останется страха и непонимания. Только контроль и познание. И так нам требуется большое количество радиодеталей и электродеталей. Устройство крайне оригинальное. Так что тебе предстоит кропотливо искать и собирать их, учти. Остальные еще не знающие могут тебе помешать. Но не бойся жертвовать ими. Великие цели требуют жертв всегда. Смотрите, даже тут намек такой. Дофига радиодеталей нужно собрать и электродеталей. Тебе будут мешать. Ну вот и это. Жертву ими. То есть, он прямо говорит. Иди, короче, всех ПКш подряд. Прямо всех убивай ради этих радиодеталей. Всех подряд. Великие цели, как он говорит, требуют жертв всегда. Положись на меня и все сделаю. Получено задание диссонанс ведонум. Ну да ладно. Закончить диалог. Что тут у нас? Как я уже говорил. Для уникального устройства требуется 100 радиодеталей. Добудьте их любым способом. 100 электродеталей. Набор необходимый для сборки устройства Морса. Как они к вам попадут, неважно. То есть, краб, убивай, блин. Воруй гусей, блин. Главное, чтобы радиодетали и электродетали были с нами. Лучше я ему принесу, чем этому. На открытие мешка Карла буду эти тратить. Ну да, да. 100 штук. Поганки мы лучше продавать будем. Я так примерно прикинул. Если, конечно, покупать детали выйдет дороже. Но мы же их не будем покупать. И мы будем понемножку артефакты таскать, сдавать. Соберем. Конечно, это будет не скоро. Но у нас есть планы. И мы будем его придерживаться. Но это текущий ремонт. Это не нужно. Это ежедневки. В общем, двинем. И так как мы, в принципе, встали на путь психов. Ну вот эти голоса, вот это все дела. Это же по аналогии с Белым Братством. По аналогии с Монолитом. По аналогии с Фанатикой. То есть, по ходу, каждый квест этот сделанный, мне будет еще Белым Братству плюс давать. Ну, тоже неплохо. Как раз я его поднимаю сейчас. Что у нас там с репутацией у сектантов? Минус 4,3 сдало. У меня везде плюс уже. Везде. О! Недавно были минусы. Вот у сектантов немножко мы сейчас правим. Ладно. С детальками мы разберемся. Понемножку будем таскать. У меня, кстати, даже где-то еще валяется. Валяется. На Сереге, Челноке. Там, если есть, то есть чуть-чуть. Я знаю, где их добыть. О! Тут 10 есть, а тут 2. Ха-ха! Еще 90. И 98. Блин, жесть, конечно. Ну, ладно, прикольно. Так, что по поводу гранат. Гранаты, как видите, у меня висят на доске. Я их продал по 14. Я, например, так прикинул. Там и по 20 висят. По 15, по 16. Но они висят очень долго. Их особо не покупают. А так как я продавать буду здесь, на наемнике все-таки, далеко от гурмана, не стал на гурман бегать из-за гранат. Я решил по 14. Это минимальная цена, по которой продают. И у меня, кстати, купили. 10 штук. 140. 10 штук. 140. 10 штук. 140. И еще 10 штук. 140. Нормально. Это я сейчас только вот недавно перед ходкой выставил. Удалить. Нормально. 700 тысяч заработал. Ну и еще за эти гранаты. Там соточка. 800, короче, примерно. 800 тысяч на гранаты. Неплохо. Я думаю, эти тоже раскупят. Если конкурентов нет. Ну, я так примерно прикинул. Тут, в принципе, тоже вроде недалеко. Может быть, кто-то и купит здесь. Ну, как видите, купили. 84. Да. То есть, если это продастся, у меня будет 784 тысячи. Пока не полностью. Остальные продают. Вот на колдовщике, блин, новая земля. Ну, на новую землю уже с гранатами точно никуда не попрется. По 14. По 14. Вот. На Сереге по 18. Ну, я думаю, на Сереге купят. Тут по 28 вообще. Ё-моё. Перед захватом поставил дофига. По 28. А я думаю, что купят. А я его поставил по 14. Так, ну что. Ладно. У нас как раз расцвело. Можно отправляться в путь. Диссонанс. Это откладывается в долгий ящик. Но мы рано или поздно его сделаем. Данные для Литовского. На эгиду. Безопасными, значит, Лего. Самоселов постреляем. И шрамы сталкеров. Базы сталкеров. Пока отменим. Давайте посмотрим, что у нас тут. Избавление от бесов. О, к Ваняду надо сходить и сдать этот квест. Делаем его в последний раз. Больше не берем, потому что там минус. Спирт за Пивоварова. Сдадим. Так, свинка катись. Тут детали. Блин, все детали требуют. Я вообще офигелю. Ну, радиочип обойдемся. Сидкая ситуация. А, ну, больше у меня квестов никаких особо нет. Ну что, погнали к Ваняду. Сначала сбегаем. Да. Захваты, захваты. Сейчас время у нас пока еще. Хворостовка, кажется, сейчас будет. Ну, мы, если что, там по краешку оббежим. Страшно. Вдоль вулкана самого. Да, сейчас бегаем к Ваняду. Сдадим ему вот этот квест. И, скорее всего, больше не будем его выполнять, потому что там какие-то фракции дают плюс, но какие-то дают минус. А я как раз эти фракции поднимаю. Мы сейчас заодно еще освежим память и посмотрим точно. Но я уже на себя определил, что да, пока этот квест сделать не будем. Приходится от многих квестов отказываться, если я хочу, чтобы вся репутация в плюс. И их, скажем, разом становится все меньше, меньше, меньше. Но зато я больше времени уделяю фарму. Там заработать, там подзаработать, там подзаработать. Нормально. Ну, понятное дело, я время отриню, все равно буду квесты проходить. Но уже их просто меньше становится. Ох, ё, сколько вас тут. Мы не туда немножко побежали. Совсем не туда. Так, ладно. Ваня, разбросал отраву? Хорошо, зайду. Так, давайте смотреть. У опыта, боевка, все нормально дается. У беженцев на 10, у одиночек увеличивается на 10, у наемников увеличивается на 100, у охотников уменьшается на 50, это ерунда. У ученых уменьшается на 50, у сталкеров увеличивается на 100. Вот, у сталкеров увеличивается на 100. То есть, в принципе, вся отличная репутация. Но я сейчас сектантов поднимаю. А сектантов уменьшается на 100. То есть, вот из-за сектантов, он же с ними постоянно воевал. Да, мы же там всякие планы против них строили. Из-за сектантов мы этот квест пока не будем выполнять, когда, ну, не поднимем сектантов в плюс, там, в пять тысяч, там, в четыре тысячи. Хотя бы, да? И тогда уже можно будет опять делать. Значит, мы в последний раз его встаем. Ну, и по большому счету, тогда к нему забегать больше смысла никакого нет. То есть, прощай, Ваня, мы увидимся с тобой не скоро. Я знаю, что ты боролся против сектантов, и даже мы с тобой какое-то время были заодно. Но сейчас пришло время с ними подружиться. Ты уж извиняй. Так что этот квест мы не скоро будем делать. Ладно. Отвинули. Теперь нам нужно к ученым. По дороге надо этих еще пострелять. Запасный бед для ночлега. Сколько там? Двух я уберу сегодня. Ну, тут много всяких хозяев леса, там, леших. Они идут тоже по этому заданию. Нормально. Также я вот у ученых на Егиде раньше постоянно квеста идти выполнял. Поэтому у меня у ученых репутация вот какая. 12 тысяч. Больше только у охотников. Ну, вернее, не больше, почти догоняли. Ну, так как там тоже минус дается большой. Ну, небольшой, но там немножко, там немножко. И в итоге выходит нормальный минус. В итоге я прекратил квеста ученых. Это другая сторона поднятия репутации. Я в свое время на ученых нормально поработал, так что пусть теперь. Ух ты, ух ты, сколько вас тут. Как-то вы неровно бежите. Ну, ладно. На обратном пути еще пощелкаем. Погнали. Мне же еще щиты надо пособирать. Да-да. Сталкер на новоогонней локации ждет, не дождется. Когда я ему еще парочку щитов притащу. Мне по большому счету в идеале нужно щитов в пять насобирать. И этого мне хватит. Да. И больше можно за щитами не заходить. Честно, мне их тоже надоело уже собирать. Ну уж, надо завершить то, что мы начали. Я когда просто мимо пробегаешь, раз, артефакт в контейнер его положил, побежал дальше. А когда он специально прибегает, караулить, вот такой себе. И это постоянно на протяжении уже двух месяцев. Подустал я, малеха. Так, 14 часов. А во сколько хворостовка? 14-30, если я не ошибаюсь. Или ошибаюсь. Мне бы сбегать туда и обратно вернуться. Да, потому что я сейчас на Везувии. На Якиде, вернее. Что за группировка? Ну вот. Как он прям на ходу развернулся. Шлеп-шлеп, готов, блин. Со 107-го. Прям в голову на ходу. Видели как? И офигею, блин. Ну, захват идет, понятное дело. Все сейчас на супер прогах каких-то бегают. Я не запомню. Не буду добавлять. Надо группировку запомнить. Кои-как, да. Ну, все. Будем теперь их шлепать. Не, конечно, может сказать, типа, вот, ну тут захват идет. Ну, во-первых, он вроде еще не начался. А если и начался, то я, ну, в принципе, далековато от захвата. То, что я бегу в ту сторону, еще ничего не значит. Где он меня убил? Я там лапки потерял. Это где-то здесь. Я тут не обратил внимания. Вот. Ну, слишком уж рано он у меня начал стрелять. Где я тут умер? Ладно. Пусть это будет плата за невнимательность. Ну, я смотрю, щенит и клантек. Ну, для меня-то он вообще никакой клантек. По факту, да. Никогда не стреляли. Ой, я как бы. Иду. Давайте все-таки немножко левее заберем. Крысу он у меня выбил. О, туман. Туман. Это прям нам на руку. Ну, вот я думаю, на таком уровне, в принципе, нормально. Зону ПВП не должны попадать. Хотя, блин, интересно забежать, глянуть. А, мне там охрана может не будем разбегать, ничего, интересоваться. Если идет захвата, кофе. У нас другая задача. Тейки добежать и потом обратно. Ну, обратно мы, конечно, побежим немножко не так. Мы бесов чуть-чуть зачистим тут. И потом прям вдоль вулкана. Потому что обратно я потащу хабар. А хабар там 400 пробирок. В общем, нормальный такой хабар. Не будем рисковать. Можно, конечно, дождаться конца захвата, но нафига мне это надо. У меня свои дела у сталкеров, которые воют. Просто постараюсь с ними не пересекаться. Хабарчик. Нет, сначала точку сохранения возьму. Хотя кабанов тут вывели. О! Идем сюда. Блин, где это? Приятался за елку. Ну, вот мы на месте. Так, лаборант. Открывай свое хранилище. Что у тебя тут интересного? Ну, во-первых, нам нужно сбегать выполнить один квест. Который нам даст бутылку спирта. Да, только потом бежать. У меня как раз 9 бутылок спирта. Плюс 1. Будет 10. И мы как раз билет получим себе. Билет мне нужен. Так, это доклад. Значит, спирт берем с собой. Пока не побежим. Относить хабар на обратном пути. А хабара у нас тут вон, 430 пробирок. Плюс вот мы еще наменяем. Руки заберем. Ну, в общем, все, что я хочу тут у меня есть, я хочу перетащить на радиовышку. А оттуда уже сталкеру протащим. Примерно как-то так. Пойдем арты продадим. Ну, да. Не так давно я ходил на ведунов. Давай сразу и пробирки обменяем. И немножко артефактов нас забирал. Поэтому мне такое нужно эти арты и продать. Давай меняться. Так, что у нас? Кровь верлеки, лапа молодых верлек и обычных верлеков. Ну и артефакты. Из артефактов у нас имеются 2 антиграва бета, 3 антиграва бета, 1 антиграв гамма и 1 антиграв альфа. 495 тысяч. Ну, почти 527 очков торговли. Нормально. Тут мы продаем не ради там каких-то очков, но если наберется соточка, я куплю корпус старой камеры. Тоже продам ее. Так, что тут еще? Инструкция. Так, не нужно. Ну все. Это мы взяли, двинули тогда. 471 пробирка у нас будет. Ого-го. Так, самогон. Нам столько не надо. Нам все 20 бутылок, потому что квеста не стакнули, я помню. Ну и все. Это пустой контейнер. Это пустой. Это пустой. Сразу Сереге, Челноково все это дело отправим. Что с собой не таскать? Все, двинули. Запасный местный ночлег. Данные для Литовского. Опа. Теперь запиловаровал. Данные для Литовского чуть не забыл. Доцент. Так, Литовский просил забрать сводки. Все, забрали. Ну что, сейчас бегаем, убьем бесов. Ну сначала надо квест, конечно, взять. Потом убить бесов. Получить бутылку спирта и обменять ее на билет. В Тунгуску. И в следующий раз, когда мы побежим на Южный остров, вау, бес атакует. Прямо как нехило. У меня будет билет на Тунгу и я-то на Тунгу. Что, их грохнет? Они мне не нужны по большому счету. Может быть, кому по квесту нужно. Эти квесты же я тоже не прохожу. Так как минус там барыгам, кажется. Да, барыгам, кажется. Поэтому попробуем просто убежать, не убивая их. А они потом вернутся на свои места. Нет, походу не получится. Да, руки можно продать, но я не буду продавать. Я буду все торговцу, скупщику, поставщику от нас. Не, ну руки, понятное дело, я оставлю, скорее всего. Языки. Когда-нибудь я буду к вас здесь делать. Все, отстаньте от меня. Побежали, побежали. Крыса топи на двое за это. Так, крысу нельзя. Ладно. Бежим, плюс по дороге нам надо грохнуть еще будет. Плешек всяких. Я думаю, тут встретим парочку. А потом на доске какой-нибудь другой заказ зайдем, мало ли. Все, должны отстать уже. Ну, конечно, да. Бегаем кабанов, фигачим, режем их на сало, на шкуры, на все остальное. Все, что будет выпадать, все наше, как говорится. Так, и патроны надо купить. Хотя у меня тут полностью заряжено, но мы сейчас будем стрелять, и все, она разрядится. А потом же нам все равно еще за щитами эти, о, точно, я забыл. Странно. Бежал со стволами за спиной. Раз, взял. На всякий случай, вдруг я буду в спину стрелять. Но я тоже, когда вот сталкеров-то встречаю, на этой дорожке очень часто можно пулю в спину получить. Не то, чтобы я там был против, там, что в спину стреляют, как хотят, пусть убивают. Но бывает так, пробегаешь навстречу те сталкеры, ну, идете, идете. Разминулись, а он сзади потом бабах тебе в спину. Вот это уже да. Хочешь стрелять, стреляй в лицо сразу. Увидел меня, стреляй. Поэтому, когда вот тут на этой дорожке встречаются, всегда надо за спину смотреть. И сталкер, наверное, тоже, из таких, которые знают, что тут бывает, убивают, бежал со стволами за плечами, потом раз, со мной порогнялся, ствол уродки взял. На всякий случай. Тоже поглядывает, наверное. Ну, сейчас-то уже, понятное дело, мы разбежались, но мало ли. Вдруг я тут какой-то псих бегаю, всех сталкеров стреляю. Он же меня тоже не знает. Да, очень тут не хватает системы, даже не черный список, а вот в классическом сталкер была такая система. Свой чужой нейтрал, да, там, грубо говоря, и скарм. Допустим, бегаешь, никого не стреляешь, ты со всеми, как бы, нейтрал. Начал одних убивать, сразу для других, допустим, начал там сталкеров убивать. Сразу для сталкеров ты враг. Круто, круто. Вот была бы тут такая система. Начал, допустим, одиночку. убивать. С одиночками ты, допустим, враг. Начал клановых убивать, с клановыми врага. Начал, допустим, убивать ихних врагов. Ну, хотя это, конечно, сложная система, но, в принципе, можно вот эту систему из классического сталкера перенести сюда. Было бы вообще зачетно. Ну, понятное дело, там, балансить ее, там, как что-то. Не просто, как я вот топнул зачетный список, а вот такая система, то есть, в зависимости от того, как ты себя ведешь. Ну, примерно, как система с квестами, да, то есть, с одной фракции выполняешь квесты, плюс, не выполняешь квесты, ничего не растет. Начинаешь с другой фракции выполнять, то и растет, а это и минус. Вот примерно так же, вот как бы, с ПВП бы сделали, чтобы все это регулировалось, как бы, автоматически. не от того, что захотел, выстрелил сегодня, а завтра, типа, нет-нет, мы с тобой дружим. А вот, если начал стрелять, то уже, как бы, карма растет. Вот такая система, прям, была бы зачетна. Я, конечно, может быть, сейчас сумбурно рассказываю, но в целом, я думаю, многие поняли, что я хотел бы сказать. вот такая карма, была бы зачетная, прям, вообще. Но, к сожалению, наши хозяева зоны, до такого, никогда не додумаются. Если додумаются, то, никогда не реализуют. Да и нафига им это нужно. Так, ладно, уборык увеличили, на 80, и это хорошо. Потому, что, система кармы, которая работает сейчас, она, уже, себя изжила. Ее, нужно или исправлять, делать лучше, круче, чтобы всем комфортно было. Ну, или отменять ее вообще. Но, лучше, конечно, изменять, исправлять, улучшать. Так, будет лучше, чем тупо отменить. Все. Но, к сожалению, не хотят ни то, ни другое делать. Но, зато мы оружие правим, в какой? В пятый, в шестой раз. Все никак не поправят. Это же самое главное здесь. Вот мы и на ЛВЗ. Так, а куда мы пойдем за бесами? Мэри, здорово. Покажи товар. Так, у тебя мы купим патрончиков. Ну, давай-ка, где-то, тыщеночку. Думаю, хватит. Все, давай, досвидос. А у тебя мы возьмем один квестик. За самогонкой. Во, я получил посылку, с доски объявление забрать можно у наемника-кладовщика. Гранаты купили. Ну, давай, покупай остальные. Че ты купил? 6, 10, там 16, как раз по цене. Бери. Вот и самогон. Так, тут у нас все отлично. У бандит увеличивается, у барыг немножко увеличивается, у торговцев, у наемника уменьшается фигня. Хорошо возьмусь. Это незваные бесы и и неспокойное кладбище. Все, пойдем бесов постреляем, получим заслуженную бутылку спирта за этих бесов и уже отдавает, наверное, вот здесь. Блин, я не знаю, в какую сторону пойти. Пойти к ученым, ну а вдруг там не будет бесов нужное количество. Пойти и в ту сторону. Там-то будет. Ладно. Уговорил сам себя, как говорится. Пойдем в ту сторону сходим. Обратно-то, конечно, мы добежим, точку сохранить брать не будем, убьем 10 бесов, умрем, окажемся здесь, бутылку спирта, билет, и потом уже обратно на эгиду. Надеюсь, к этому времени захват закончится. Я не помню, он или в 14.30, или в 14.00. Хворостовка. А ладно, пока мы здесь бегаем. Потом сбегаем, действительно, посмотрим, идет там, не идет захват, и уже нагрузимся и потопаем. Тот. О, прикольный Тот. Стрелка. Не то, что у меня фиг выгорит шлюги Генхаймер. О, Канкила. Ивент, наверное, проходит. Или по фану забрали. Хотя нет, наверное, ивент. Так, ну что, мы патрон-то купили? Да, купили. Значит, пока бежим, можно заряжать магазин. В общем, решил пойти туда, в сторону моста. Там и бесы, там и лешие. Всех постреляем, кого только найдем. Можно вообще, в принципе, по дороге пробежать, а потом от моста плясать. Но мы вдоль вулкана пойдем, так интересно. потому что около ученых могут быть там все бесы постреляны, никого нет. а здесь вполне возможно. Там хватит. Здесь штук все стреляет. Так, неспокойное кладбище. кладбище. Режим, . Так, кладбище. Так, ну все, мы на месте, подбегаем уже Вижу первых бесов Давай, подбегаем Лутать я не буду Туда не дайте, пришел, поэтому просто их Отстреливаем Туман, конечно, нифига не видно Придется близко подходить Нормально, двигаем дальше Ой, на мосту килл сидят Ну да, пока пятничные субботные захваты Все бегают на окрестностях, потому что там важнее Укрепки, они тут захватывают мосты, блин Ну все верно Тикаря Мелкие ПК группировки так обычно и делают Ну а когда я не спрашиваю, что вы в такие дни не приходите в обычные Да, нам типа неинтересно Мы так чисто по фану пробегали, захватили Всегда так Сказали бы прямо Ну у нас народу мало Мы в такие дни не захватим Все Это было бы че Блин Знаем бы че Никакой ответ не устраивает Поэтому они вечно сказки приятны Знали, плавали, проходили Так, че мы сколько там убили Так, надо четырех еще бесов убить Так, мужчинка будут бесы закончились А дальше будут хозяева Ну вот хозяева мне нафиг А нет, вот еще один поставил А там вдалеке вроде еще один был А там еще где-то двух найти Можно конечно подождать здесь, когда они появятся Но я не люблю это делать Восемь А вон вдалеке это кто? А нет, это хозяин Блин, вот хозяина зря я зацепил Сейчас пока корабль прибежит целая Тик отмахаешься Вроде один бежит Кстати, тоже могут быть Всякие стабилизаторы Ага Так, мы че двигаем дальше Бесов не хватает Ладно, двинули Сейчас главное вот эту толпу пробежать, которая тут будет Леша Хотя их тут не особо и много Может быть просто я их в тумане не вижу И добежать там будут Куда они делаются Что-то я пить захотел Конечно, столько бегать вокруг Блин, как раньше классно было на пленке А вот и бесы появились Все Убили необходимое количество мутантов Можно умирать Я же так не могу просто умереть Надо умереть в бою Сталкер Викинг Все Умер в бою Пойдем Получим за этот Смертельный бой Бутылку спирта Весов стало меньше Угу Отлично Ну и конечно У бандитов увеличилось на 20 Барык увеличилось на 20 Ну у военных там понемножку Так, давай ко мне спирт Принес 10 бутылок спирта Вернее Не спирт, а билет А тут что бандитов 10 Барык на 20 Ну вот И у меня есть билет в Тунгуску Ради всего этого и затевалось Кстати За последнее время Это первый билет Который я Именно вот Получил по квесту Потому что все эти 10 бутылок Я собрал Я их не покупал До этого 7 Потом 3 И Вернее 6 У меня так 3 И вот сейчас одну получил В общем все бутылки Я собрал Так-то конечно Я бы 300 с чем-то Я отдал Но с другой стороны Все равно Я тут каждый день бегал Этот квест постоянно делал Вот понемножку и накопился спирт Все Можно отсюда сваливать Наша цель Теперь на эгиду топать Да Неспокойное кладбище Данное для литовского Перенести хабар И все И можно отправляться За артефакт Пару щитов бы найти И было бы неплохо Патроны у нас имеются Погнали Значит Так 14 32 Сбежим сейчас Посмотрим Когда там захват Закончится Начнется И уже будем Перетаскивать Хабар Эээ Что такое Что у нас с погодой Погода нормальная такая Туман Правда больше на болотах Смотрится неплохо Ну и здесь тоже Не снег пошел Да Снег бы Не хотелось Вот выброс пепла Нормально тут тоже Прям бежишь Только не в тот момент Когда ты артефакты собираешь Да Когда арты собираешь Выброс пепла Вообще не в тем А по дороге мы кабанчиков Полутаем Лишних хабар Собираем Хабар лишнего не бывает Мне вот тут Сталкер подсказали Что самое оптимальное У поставщика брать За очки торговли И за деньги Это магазины На 10 патронов Для сайки И увеличенную крышку Для бенели Ну плюс 2 патрона Которые дают Вот их можно Перепродать еще на доске Плюс себе То есть можно на этом заработать Все остальное невыгодно Ну да я так прикинул Действительно Все остальное Невыгодно вообще брать Даже для себя Невыгодно Проще накупить на доске Поэтому На все деньги Я Куплю эту трубку Но только трубку Я буду брать Наверное Для себя Так что в ближайшее время Я опять же Планирую еще Бенели А там трубка Пригодится Правда с этой трубкой Бенели становится Очень длинная Но 2 патрона Это 2 патрона Ну и магазины На все возьму На стальную На сдачу Чисто тоже для себя Не на перепродажу Ну я не знаю Какую я буду Бенели брать Может быть я возьму Голую Придется самому Собирать Почему бы и нет Так даже дешевле Получится Кстати Бенели я могу И сейчас купить Но вот так как Я коплю На этом На 109 Поэтому я Денежку особо Не трачу Вот у меня 25 миллионов Да Какое-то Количество денег Все равно тратится Бегай Что там Но в то же время Зарабатываешь Вот допустим Арты продал Гранаты продал Там еще что-то Немножку копится В общем В минус не уходит Ничего Если я магазин продам У меня будет За 25 хотя бы Продам У меня будет уже Полтинник И там 30 30 Ну допустим 6б5 можно толкнуть За 5 ляма 55 уже Там 25 останется Там на головах На медведях В принципе Нафармить можно Да А если продать К примеру АКМ какой-нибудь Еще 6 миллионов Там уже 20 Остается Да В принципе Мне как раз Будет хватать На 109 Плюс можно Поторговаться Подешевле Купить За 80 За 70 Там 6 Который С него сейчас Навряд Наверное 80 Наверное Минимальная Цена Ну ладно В общем В принципе Хватает Что-то я не понимаю Что-то сталкер Ааа Все Догнал И маквест Ему походу По квесту Никого убивать нельзя Смотрите Он там стоял Ждал Когда я убью Кабана Тут стоит Ждет Написал бы В личку Я бы Тебя прикрыл Ааа Да Скорее всего Он видите Без оружия бежит А что ты за квест Делаешь Ну Может быть Конечно Это Который с Артуром Связан Ну там Донести посылку Туда-сюда Не убивая Никого А как еще Есть квест Где не убивать Ну Не суще слово Но Не суще слово Тут не надо делать Может Действительно Посылку Артуру Носит Блин Поздновато Правда уже Вернее Посылку не Артуру Коту Куару Я думаю Он обратно Блин Это тоже Стал Что Что они все Стоют Я что-то не понимаю Что это за ерунда А этот просто Написал Поздороваться Я думал Что-то сломалось Где-то Нет Сталкер Мы с тобой Не знакомы Так Близко Поэтому Друзья Всех если подряд Добавлять Друзья Дружилка сломается Тут же ограничение Количество 100 человек А потом Удаляй Узнаем Кого удалять Поэтому я в друзья Добавляю не только тех Ну с кем часто встречаюсь С кем Часто торгую С кем часто общаюсь Как-то так Всех подряд И не добавляю Я вот думаю Может быть врагов Друзья добавлять А вот будут они Друзья добавляться Зато их видно Будет издалека Всех друзей Исключить Вообще Всех друзей А врагов Добавлять Друзья И тогда бежит Такой зеленый Ник О враг Но будут ли они Добавляться Друзья Вот это конечно Стоп А если Допустим Я их добавил Друзья Ну допустим Он согласился Принял мою заявку Потом он меня Удалил из друзей У меня он будет в друзья Будет ли отображаться Зеленым Никого Если так То в принципе Можно сделать Да Действительно Удалить всех друзей Друзей так знаешь А врагов Добавлять в друзья И тогда будет В них светиться Светится А щиты полезли Все собрал Еще не бегал Сегодня Как вариант Да Не хотят черный список Добавлять Будем врагов Друзьями Игновать Только вот они Не согласятся Штифика Но если только По ошибке добавят Ладно Давайте Скинем мясо Пойдем посмотрим Захват там закончился Нет А потом уже Потащим хабар Да На наемнике купили Нет Все Мы решили Друзья Теперь только врагов Добавляем Так Ф1 Ну купил Десять гранат Че Шесть гранат Не купил Десять гранат Тебя не спасут Нифига А шестнадцать Могло бы спасти Теперь шесть гранат Никто не купит Ну ладно Если что Мы их снимем До следующего раза Погнали До хворостовки До хворостовки Добежим Глянем Идет захват Не идет Ну а задание Обновлю Так Пока Никого не будем стрелять Варгов я конечно Тоже стреляю Они Те типусы еще Вот Но вдруг Сейчас идет захват И он бежит на захват Тогда получается Что я вмешался В захват А я одиночка Я воиногруппировок Не участвую Поэтому мне надо понять Если Все закончилось Тогда мы его убьем Ну и он меня там Уж как повезел Вполне возможно Тот чувак Который меня Ну вот видите Найдите Эх Какой нехороший Пойдем дальше Вполне возможно Тот чувак Который меня убил Ну вот Когда мы бежали Только сюда Там из какой-то Группировки Я уже забыл название Убил меня Потому что Шел захват Далековато Правда Ну ладно Пойдем С той стороны Что за Со стороны Веду Но Со стороны Кладбища Мне надо В зону Просто попасть Пвп И посмотреть Идет Она не идет Сейчас Тут пройдем Продолжение следует... так вот около этого домика где-то они все закончился это значит был захват все верно про экстримы в меня стрелял точно ага это значит когда мы бежали был захват ладно тогда не будем пока их убивать один раз пишем на захват но если еще раз это выстрелит вне захвата тогда будем их запомнить на только надо не тот же пират раньше сидели вот сейчас про экстрима у пиратов тут все стояла и доктор и все остальное сейчас нифига не так ну что давайте мы сделаем так раз мы сюда прибежали пойдем посмотрим артефакты сталками там что-то по поводу артефактов написал еще не бегал сейчас пойду та же история ты тоже сейчас пойдешь ну теперь можешь не ходить сталки я уже все честно собираю хотя тут они появляются до до первой смерти побегаем посмотрим ну зачем нам умирать потом идти а бегаем арте поищем вдруг найдем щас а как нас кто-нибудь убьют или аномалии или мутант вот это нагрузимся хабаром и пойдем уже хабар носит так как-то так но последнее время мне везло вот именно на той стороне здесь около дружбы а на той стороне прям полно было пойдем-ка наверно сразу туда чему бы и пошла 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 возня кабаны еще бегают валим 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 отсюда быстрее попробуем сейчас на дистанцию увеличить тега их лишний раз стрелять когда от них можно убежать да все успокоился но мы пойдем на ту сторону поглядим а мне бы парочку найти артов и хватит вот именно на сегодня уже как повезет конечно чем батареек нету да я же скинул батарейки все на новой земле к основой земли уходил как думал тут батарейки там и по-любому куда и на новой земле скинул а купить забыл надеется тут нику чарта пойдем искать вот что там кабан стоит это хорошо кабан стоит значит ближайшее время тут никого нет невозможно бегать артефакты и не потревожить мутанта через два часа захватывается опа есть есть артефакт блин и там как раз именно щит ну что сталкер давай главное ошибись там еще кабан стоял это убить не убить отлично так теперь надо выбраться один щит мало еще хочу но минимум мы нашли главный такой момент не растеряться быстро юзать аптеку она тебя лечит а ты поднимаешь если аптеку не заюзать то не успеешь поднять там смотря какая защита но в принципе меня защита нормально лучше юзать сразу так а на кого там засмотрелся а на кабана я кабана хотел один раз четыре арта нашел на этом поле четыре по три арты находил уже вот четыре не рада без лоба такси но это прям такой хороший раз был четыре к именно вот на этом можно сказать пятачки так еще что-то эта подушка давайте из нее вылезем нам подушка не нужно у меня их полноса лично хотя если можно мой абсолютно подушка можно конечно ученым сдать мы все равно если что ученых окажемся давайте мы сначала все бежим тут обратно если пойдем подушка будет лежать то подберем может еще на той стороне у бесов не вроде здесь нету надо еще пробежаться здесь одна подушка есть один щит артефакт уже как минимум другим еще валяется заметили а а а а Вроде нет больше. Ладно, пойдем ту подушку подберем и пойдем в сторону бесов. Где она была-то я уже не помню. Где-то тут была. Почему я и не наблюдаю? Опа. О, 2-2. Это что? Блин, да это Марио. Че ты паникуешь? А я ж думаю, 2 артефакта, как так? 2 прям сразу. И там и там, Марио, да? Марио же, точно Марио? Да, Марио, вот он где-то тут. О, да, Марио. Что наделся? 2 щита. Пойдем в сторону бесов. Там походим, посмотрим. Не повезет. Ну и как умрем, окажемся на эгиде тогда. Верлек, странно, нет. Вполне возможно, кто-то до нас тут пробегал, что-то собрал. А мы сейчас вот остатки подобрали. Ну, верлек-то нету. Хотя кабаны были. Ну, кабаны могли уже появиться, а верлек еще нет. Тоже магично. Посмотрим, что тут у нас. Подушка. Выйдем? Не, походу, не выйдем. Давай туда, мать. А, теперь выбегай. Давай-давай-давай-давай. Так, ну что, есть подушка. Осталось еще щит найти. Уд emerged. Походу. кто-то ты мать не буду просто писали увидеть чит только мы чуть-чуть не успел а вот пошел бы я сразу сюда я бы успел значит тут принципе бегать смысла нет не хотя может быть еще один валяться такой там немножко там там один нашли 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 но не подобрали и давай 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 не время умирать еще кого забор не пробежать хотя там может быть stalker нужно самими проверить со своим глазами посмотреть что ничего нету что два артефакта там один томате там подушка еще это маловато может еще где-нибудь валяться может и говорят меня и сожрут пусть сначала догонят а здесь мы были уже план пойдет один щит нашли это хорошо сегодня как раз отдадим но попозже можно будет еще зайти ну да я же принципе тут планировал остаться чтобы собирать 23 хотя бы сейчас мы просто мимо бежали смотрели есть ли захват нет и решили что зайти вот и все я как бы еще хочу немножко пофармить поэтому мы пофармим только надо умереть как-то героически беса наверно убить ну или нас бес убьет беса наверно убить ну или нас бес убьет и залутаем его мы все равно отлетим на эгиду что потеряем то потеряем а что нет то возьмем с собой но лечиться я не буду а поэтому я и умер ладно нам осталось хабар перетащить ради всего этого как бы и затевалась походу сюда в рюкзачок куда тебя знаю в любой контейнер в тетям а подушка продали так до реки мы возьмем не открыто бывает пиратов теперь нету крепки с доктором а так было классно новички туда могли ходить кстати да себе ты тоже купить сначала мы возьмем хабар который мы тут подачим так тушенка мясо сало ноги 471 пробирка коготь это по квестам как бы нужно ну давай мы так давай мы оставим чтобы у нас было 8 когтей 8 языков для квеста равнозначное число так чё потом еще шарики откуда у меня столько шариков тоже заберем с самого спички спички так древесина а тут нафиг не нужна мы ее лучше отнесем туда радиовышку и руки руки медленных бесов здесь нафиг нужны руки быстрых бесов и руки обычных бесов вот они нужны по квесту у тебя сейчас его не прохожу но когда это буду проходить пусть это лишь когда мы их продавать не будем хотя не давайте вот так руки быстрых возьмем потому что быстрых набить без проблем можно а вот руки бесов бывает иногда не хватает пусть они тут лежат обычные а быстро и они везде есть так это мы взяли взяли воду ну все у нас перегруз но это не страшно сейчас кушаем трюфель еще раз трюфель и еще раз трюфель ну давай еще раз все отлично у нас еще 100 радиации что мы сделаем правильно что-то радиации нахватался может средство какое есть может поделитесь только спасибо только антират вов на халяву ну почти на халяву репутацию ученых уменьшился на 50 у сталкеров лечился на 10 и по 1200 опыта выживания и поддержки по факту на халяву пойдем себе это купим так день есть показывать там надо купить еще парочку аптек такой один пинт 2 теперь перегружен утра мясо продадим перегрузь боли давай так мы это по большому счету тащим кровь верлёки вот что нам нужно оттуда утащить ну а это все мы по дороге просто берем шарики все это так ну что все отлично зарядились двигаем радиовышку а потом провернем операцию торговец нет не торговец кладовщик операция кладовщик потом можно принципе сказать кладовщик торговец потому что часть потом хабара я же продам все-таки значит кладовщик торговец главное все это донести сколько мы там 400 170 300 где-то 4 ксюхи мы сможем например 4 3 3 примерно 3 ксюхи сможем получить плюс у меня там очки торговли почти еще на одну ксюху может даже 4 хватит чем с ними делать раньше я их таскал на радиовышку сейчас не знаю хотя можно также на радиовышку таскать а потом что купить отчетом без понятия ради вышки что такое чего у меня нету я в принципе вроде все есть можно конечно калаш копить к примеру там 545 же калаши есть есть калаш копить на 74 на обычно как вариант а потом продать ее да можно так сделать посмотреть что выгоднее взять и продать ниже деньги как раз нужны на 109 вот и будем копить как четко немножко не так побежали отдыхай на него внимание обращать не будем на эту беду хотя скорее всего придется убивать его побежит она а нет вон вдалеке ходит море внимание на реке я взял блин что-то батарейки а ты же их на новой земле оставил надо было купить тоже стоит пробегаешь мимо сталкера стоят выносливость копить не будем что тут идти то два шага дойдемка сколько там по деньгам по деньгам у меня 25 миллионов вот сейчас мы еще посылку получим с доски 10 гранат это получается 700 тысяч на гранатах заработать но нормально как раз окупила недавнюю покупку я на миллион купил этих 100 брастворов у меня все контейнеры пустые были надо было заправить небольшим не скидку сделал это 500 тысяч за бутылку купила на две штуки спасибо тебе если смотришь но вдруг вот частично окупилась так что в принципе stalker и вот как говорят типа вот квестов нет прибыльных ничего не окупается некоторые квесты окупаются на тех же самых гуски не все конечно есть конечно которые не окупают но есть которые купаются веке как ты их делаешь потом ты репутацию там опыт получаешь плюс деньги плюс товар который ты можешь продать некоторые квесты все таки окупается вот бегай что там сделать что там сделаешь примеру я 10 бутылок спирта сегодня дал получить билет билет от можно на 400 400 тысяч на доске продать а все это получил по квестам так что если все подряд конечно бездумно делать то может быть какие-то и не окупаются а вот некоторые ежедневки очень даже неплохо идут так ну что мы на месте запускаем нашего торговца колдовщика торговца колдовщика или колдовщика торговца там неважно и передаем ему весь хабар так давайте получим посылку 6 гранат я думаю не купят но 6 гранат ни туда ни сюда надо было сразу выставить а я по десятке выставлял так комфортно пусть висят купят и купят нет так потом брать так давайте для начала мы скинем то что нам не нужно то что мы не хотим передавать это древесину то мы потом заберем на новую землю это все передаем передаем в принципе да патроны можно скинуть они нам не мешали давай смотри сало отдаем шкуры челюсти полярный собак шкур собак шкур собак может был ученым сдать ладно уж взял потащим поставщику 11 шкур нет один шкур я себе блин перегруз а что шкуры ташку шкуры потом напоследно блин придется два раза ходить мясо мясо бы тоже мясо ладно оставить это все сдаем учитывая что я еще опять перегруз давай так тогда скинем все что нам не нужно патроны магазины и аптечки вот и я же не только все это перетаскиваю то что я поставщику отдам а то что мне нужно нам гурман перетащить еще куда-то а сможем еще раз да сможем еще раз кушать контейнеры тоже магазин это же все это сейчас кинем нам это не нужно так главное не заблудиться что нам нужно что не нужно ткань ткань можно потом пижма аир так все наши то есть наши все наши шкуры шкур до передать надо рука но ничего мы сейчас выкинем контейнеры главное чтобы рука исчезла нам же то тащить это как-то все надо можно конечно артефакт на пояс повесить но я не хочу лишний раз доставать его убирать я думаю мы сейчас магазины скинем и все будет нормально можно калаш скинуть я думаю магазин и скинем будет нормально 207 килограмм кит примерно потом все это перетаскать уже нету взять все это к сожалению да ладно я хочу все забрать надо что-то еще скину а что все нужное так спички скидываем билетон пуску тоже скидываем шарики можно с вечера забрать ну можно но хочу сейчас все забрать так давай по-другому м за рюкзак дождь снег что-то пошло так потом шлем калаш 1 калаша хватило бы ну да ладно мясо хотя мясо и воскутка не можно было и не брать ну да ладно все я зарядился под самой не балусь тихо тихо теперь идем на новогоднюю локацию но мы не пойдем на самую новогоднюю локацию потому что если мы туда зайдем а потом выйдем нас перекинет правильно с перекинет к переходу мы сделаем немножко по-другому нас кстати уже там ждут мы просто пойдем в тамбур о чем это ты готов а давай готов туда ну где вот это локация переход где стоит код qr и все остальное вот мы на месте смотрите кто нас ждет кладовщик черный лес мы ему конечно же все отдаем а у него перегруза нету блин а вот насчет этого я не знаю как бы нам сейчас пришлось играть в одну очень интересную игру а нет все у него тут все тип-топ ну и мы конечно торгуем с ним и и отдаем им все потом все это заберем в т.к. он у нас выходит из этой локации и находится т.к. мы сейчас его туда прямо и отправим увидите как даже хотя можно и вот так не отправлять можно его все-таки через нет это он нас отправит вот фишка такая что ему можно на новогоднюю локацию сходить он перелетит потом и вернется к д.к. и в д.к. будет стоять меня ждать когда я туда вернусь а меня нужно убить смотрите какая тема если сейчас я ему передам будет перегруз я неправильно сделаю у него то переносимый вес намного меньше мне надо передать сначала легкие вещи в принципе мы начали правильно делать но я что-то тупанул и скинулся да то есть сначала передать легкие вещи чтобы не было перегруза а что тут еще вот это вот сало все передаем так пока надеюсь все будет хорошо чтобы рука не появилась отлично руки нету ложить обмен а у меня рука то есть не сложновато ну и перекидываем ему и мужи то что здесь намного больше все отлично а теперь самое интересное начинается тут никого нету надо подождать когда сталкеры убегут но фишка в том что ему придется меня убить он меня убьет я отлечу и буду там где последний раз сохранился а это значит где все верно получи пк-шник какой да сейчас я добью ну хотя я могу не добивать подождем когда синева исчезнет сам себя убивают до чего дошла жизнь в общем его сейчас же тоже кто-то может убить лежим посмотрим но вроде спокойно никого нету мы отлетаем в безопаску и соответственно мы будем на везувии а он с хабаром пойдет уже через новогоднюю локацию в дк а потом мы придем в дк заберем у него все это и пойдем там часть на гурман отнесем часть на вокзал в общем как-нибудь перенесем сталкер какой-то пробегает он 0 внимание пока все синева исчезла можно и добивать добить и обыскать все он меня добил вы видели пк-шник и вуаля мы на радиовышкой обратно там . сохранит у нас тут мы ее не перебивали на новогодней локации вот так можно вещь передавать то есть необязательно туда бежать перебивая точку так даже проще ну и все нам осталось все эти вещи забрать и двигать уже дальше по своим делам плоску тканей мы можем как бы с собой на этом все наше сегодняшнее выживание закончено всем удачи всем пока увидимся в зоне а я буду вещь только вещей каждый раз stalker собой таскает смотрите все же выверено до до миллиметра может таскать каждая вещь всегда нужна с лишними вещами принципе не бегаем